Всем большой привет! Доброе утро! Едем на Азовское море и... Долину Лотосов. Посмотреть Лотосы. Почему-то мне все время хочется сказать кувшинки. Ну, Лотосы, да. Надела я сегодня свое новое платье. Ну как же у Лотосов не посниматься, можно сделать хорошие фотки. На Азовское море потом. Не знаю, какое будет море, но даже если оно будет не очень, мы на озере, там где грязи, будем купаться. Очень замечательное озеро. В прошлый раз оно нас очень выручило. С удовольствием там искупались в целебной водичке. Сегодня это такой у меня макюрчик. Сейчас я вам покажу. Прям под платье подходит. Вот, смотрите. Ну, не то, чтобы особо макюрчик не больно-то. Я здесь чем занимаюсь, просто стерла лак и накрасила. Вот, другим лаком. Другой лак нанесла. Вот так вот. С блестками желтенькими такими. У нас со вчерашнего дня тут проблемы. Нет воды. Ну, не совсем нет. Ну, такой тоненькой струйкой. Текла вода. В доме нет воды. Ну, колонка там, думаю, не зажигается, потому что нет напора. А сегодня вообще нет. Только за домом там вот, ну, как бы вода есть, но не в доме. Там где-то по низу она течет. Пришлось там умываться, пришлось там мыть посуду. Набрали воды. Ну, в общем, короче говоря, в связи с тем, что такая засуха, еще много отдыхающих, большой расход воды происходит. Да вчера и деревья даже поливали. В общем, жара стоит 40 градусов. В общем, воды не хватает. Ну, наверное, в пятизвездочных отелях вода будет в Анапе, естественно. А вот здесь, а кто приедет, например, в такие дома, ну, к хозяевам, могут так вот нарваться на такое, что водички-то и нет. Помыться-то и нечем. Посудку-то помыть и нечем. Так что вот такие неудобства. Видимо, будут включать воду по графику какому-то. Ну, мы пока едем на море купаться, приедем. Ну, в бочках, в общем-то, там в саду есть вода. Мы не совсем без воды сидим. Ну, питьевую воду придется купить. Так что вот так. У кого-то есть скважины, а здесь вот у наших такая городская вода. Снабжение. Мы уже поля перепахали. Видимо, уже один урожай собрали. Наверное, пшеница. Пшеница уже здесь зазрела. Наверное, ее убрали, да. И вот так вот поля, наверное, еще посеет. Жара-жара стоит и засуха. Виноградники сейчас появятся. Или это не виноградники, по-моему, да. Кстати, покупали тут мы толстолобика здесь на рынке. В 450, да, он? Да. В 450 рублей. Ну, такой большой толстолобик. На 600 чем-то он у нас вытянул. Ну, я не в восторге. Кто тут без ума от этих толстолобиков? Муж у меня... Вот я съела два кусочка. Ну, в первый день мы тут пришли. Пиво купили. Картошки отварили. Вот. Два кусочка я, правда, съела. Но вкус... Подсолнечники какие красивые. Подсолнечники, да. Он красивый. Вкус такой вот мне напомнил сама. Вот я раньше сама. Какой-то вот... Ну, как, болотом каким-то. Не знаю, сыростью какой-то привкус. Мне не понравился. Я больше есть не стала. Муж теперь, вон, ест. За двоих. У тебя еще осталось там? Конечно. Полно еще. Надо же справиться. Наши рыбы не едят. В общем-то. Вот. Не знаю, что... Ты восхитился этим толстолобиком? Нормальная рыба. Нормальная рыба, вроде бы. Ну, так вот. Ну, как, ну, делал на любителя. Такой сыровой. Болотом каким-то, в общем, привкус. Такой вот. Так, где вот местами... Где вот потоньше копчененько, да, вроде бы и ничего. Но... У меня нет желаний купить, и будет еще раз поедать. Так, вот приехали мы на лотосы. Сейчас посмотрим. Ну, не как в прошлый раз, где мы были. Там какие-то левые лотосы были. В общем, сейчас посмотрим, что здесь. Здесь вот экскурсионные автобусы. Мы спросили вот с курсоводов, вот, ну, которые распространяют вот эти вот путевки, куда ехать. А в прошлый раз мы заехали куда-то, да, на левак какой-то. Ну, где лошади там пасутся. Ну, все, я вам показываю, кто смотрел. Сейчас здесь посмотрим. Так, ну вот. Здесь вот автобусы. Здесь какие-то беседочки. Беседочки. Русские медведи. Деревянные. Смотрите, какое здесь толстое дерево. Это ива такая? Ничего себе, такая ива толстая. Бывает. Да, такой ивы мы не видели. Здесь вот такие вот, видите. Как дубы такие. Да, как дуб. Это ива. Ее уже спилили. Она вот такая огромная. Вообще, свол. Такой вот. Так, в общем, мы пришли. Здесь сейчас поедем на лотосы. Цена посадочного билета 800 рублей. Это мы как бы экскурсию взяли. Ну, будем час там находиться. На этом катере. Здесь такие вот деревянные фигурки. черепашки, лягушки, совы. И там бесплатная дегустация варенья. Здесь чай с лотосом даже. И лотосы. А это как магнит, что ли? Нет, это крутится. Мазал лотос. Как? Ну, эти вот уже пройдет сам лотос. А, аккуратно. Ну, эти нужно прокрутить. Лотос из красной книги. Это не крутится. А, крутится. Ну, это просто так вот для красоты, да? А, вот это кружка с лотосами. Магнитики. Это уже седьмой катере, да? Настойка зеленого грецкого ореха. И будем все пробовать. 250. Так, давайте ложечки я вам раздам. Седьмой катере. Вот отсюда отправляются катера. Ну, тут еще спасательное жилето надо надевать. Оказывается, в общем, будет очень жарко. Будет очень жарко. Ну, вот река. Да. Вот катера. Повезут нас под солнцем палящим. Наверное, да. И вот так вот мы будем садиться. Ну, вот поплыли. Это Жулианна. Какую они сторону туда, значит, поплывут, что ли? Это река Анапка ведь, да, что ли? Или что? Да, река Анапка, или что? Плавный. Да? Ну, то есть, похоже по цвету. Нет, я по цвету определила. Такая же. Чистые горные реки в Шеронском районе. Там пить можно. А здесь нет таких. Ну, вот поплыли. Вот так мы поплывем. Ждемся. Сидим в тенечке, ждем, когда 11 человек наберется. Эта сторона перегруза. Поехали. Кто-то должен сюда перезти. Так, мы... Я думаю, мальчик, когда все... Я не могу пойти пакушать на тенечку. Сзади сидеть вообще нельзя. Вот сзади. Потому что воды в Лимане нет. Будете снимать на телефон. Много лодок ходит. Встречная лодочка, телефоны убирайте. Потому что могут обрызгать. На вас вода попадет, ничего не будет. На телефон попадет, может испортиться. Во! Во время поездки не встаете, не перемещаетесь. Никуда. Головные уборы держите. Цветочки не рвешь. Цветочки не рвешь. Веркусь не имею. Взять вот так. Поечки. Начинается. Начинается с вами. Встреча 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 с вами. Участие было гораздо глубже рынок. Из исторических источников известно, что во времена правления на Тамане турок на дубовом рынке располагался аул брата хана Батыя, Гирия. В праздничные дни по мусульманскому календарю в ауле шла бойкая торговля рабами, мужчинами, труд которых использовался на табачных и хлопковых плантациях. Курганскому календарю в Абрикатом, Тинкокарлатово-дробуре и солидный клейм и более 150 видов самодельных празд. Прилигают на планке роста, но в миле на поле камера и столовой дороги. Особо право неслышленностью оказалось, что в право неизвещено на поле. На третий раз, на четвертый раз, на колонежных раз, на поле, на третий раз, на поле, на поле. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...